Всем привет! Данная распаковка записана специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru Пришла ко мне посылка с троллинговыми веблерами в основном И для них заказал я себе интересный бюджетный шнур от производителя FANATIC Называется он Hameleon И это четырёхжилка, в данном случае размер 0,20, полторашка И разрывная нагрузка 10,8 Указана размотка 100 метров А интересно у меня здесь такая довольно-таки необычная расцветка Называется она ракушка-песок То есть данный шнур сделан в чёрно-зелёном исполнении Выглядит действительно интересно Интересно больше ещё, сколько будет эта раскраска держаться Шнур довольно-таки толстый, он не круглый Абсолютно шнур довольно-таки плоский Но я думаю, что для троллинговой рыбалки мне вполне сойдёт Цена в районе 300 рублей Как вы понимаете, это очень и очень недорого Все знаем, кто производит Вообще удивительно, что такие вещи ещё продаются у нас Но, наверное, людям надо распродать остатки Скоро это будет что-то из запрещенного По диаметрам бывает от 0,10 до 0,23 То есть это фактически самый большой 0,23 И самый толстый шнур И есть ещё тоже интересная расцветка И у трава более тёмная Такой тёмно-зелёный цвет Но таких шнуров ещё на сайте довольно-таки полно И поэтому, если у вас бюджет ограничен Обратите внимание на данного производителя Итак, перейдём непосредственно к воблерам Воблера все бюджетные Вот производители Герман Лаки Джон И начнём мы с Германом Это воблеры, которые имеют одинаковое название Но имеют, в принципе Сначала я думал, что S это тонущий F это плавающий Но в описании я уже потом понял Что S это Shed Это моделька с более таким Приплюснутым из боков телом Имеют они различную игру Сейчас я достану F это Fed И это действительно такой объёмный Толстый воблер Лопатки у них плюс-минус одинаковые На конце есть такие интересные шарики Которые защищают данную лопатку от повреждений И именно со встречи с препятствиями Данный шарик помогает отстукивать воблеровку И не повреждать лопатку Но и без этого Они, как вы видите, такие основательные Я думаю, что сломать данную лопатку Вам понадобится приложить довольно-таки много усилий И вы можете видеть, как воблер Shed Отличается от воблера Fed Он действительно в два раза толще Такой объёмный Но это действительно приманка для ловли трофейного хищника Крючки у них здесь стоят одинаковые Крючки просто отличного качества Они очень острые, с толстой проволоки Широкий поддев данные крючки Думаю, будут отлично засекать любого хищника Это крупный судак, щука И, может быть, в прилове даже оказаться и сом Взял в кислоте Для троллинговых воблеров Мне кажется, это самая подходящая расцветка Во-первых, видно с больших расстояний Кстати, помимо расцвета, конечно же, воблера и привлекают ещё своим довольно-таки громким звуком В данном случае у обоих воблеров звук низкочастотный Ну и давайте покажу ещё немного похожий на данную приманку Назгул В принципе, тоже округлый воблер Типа крэнк С большой лопаткой Предыдущие воблера заглублялись У них написано до 10 метров Но я думаю, идти они будут чуть повыше А данный воблеров Герман Назгул Идёт до 4 метров Хотя, в принципе, лопатка у него не особо-то и меньше Такой вот интересный воблер Сделан ещё внизу с такой типа стиральной доски Которая дополнительно будет ещё создавать акустические эффекты Всё сделано для того, чтобы привлекать хищника И тоже имеет довольно-таки слышимый, такой яркий, привлекательный звук Два воблерка от Lucky John Flat Crank и Shady Crank Покажу их, потому что, если уж начали говорить про крэнки Покажу и эти Эти небольшие уже приманочки Могут привлечь как крупного окуня, так и любого размера щуку В принципе, судачок тоже нередко реагирует на крэнки Звук здесь уже высокочастотный Такой звонкий, яркий И интересная именно детализация какого-то такого карасика Вообще, хочется отметить, что по вполне себе приемлемой цене Вы получаете качественный воблер Отличный шейф фурнитуры Как по мне, Lucky John выглядит немного покачественней Как будто бы больше использован лак Более детализировано они окрашены Но Герман, если и уступает, нут совсем не много Звук у Flat Crank немного похож Он такой приплюснутый с боков И имеет отличную от данного воблерка С таким ярко выраженным пузиком игру Поэтому для разнообразия есть круглый, есть плоский И смотрим на какой будет лучше реагировать рыба Заглубление указано здесь до 2,8 метров Заглубление у них одинаковое Ну и лопатка, в принципе, как видите, тоже довольно-таки похожа И две миножки Миножка от Bat Это халка Культовая форма Которая есть у каждого трейдиндиста в коробке Большой воблерок в комплекте Даже у копий всегда идут дополнительные лопатки Для того, чтобы менять заглубление у данного воблера В данном случае здесь максимальное изглубление до 5 метров И лопатку можно ставить с заглублением до 3 метров Такие вот две лопатки Ну, про этот воблер рассказывать особо много нечего Все их знают, насколько они уловистые И классная вот такая расцветка Яркая, желто-оранжевая, с черными полосками По крупной щуке данный воблер просто шикарно Себя показывает И воблер от Германа Диппер 6 до 6 метров То есть, значит, заглубляется он 90 миллиметров 16 грамм Такая стандартная, как по мне, форма Полушед, полуминол Активная игра Разведчик такой Обычно такие воблера у меня неплохо работают По щуке Большая лопатка В данном случае очень даже неплохое исполнение Здесь такая интересная расцветка Она вроде бы натуралка Но и много ярких привлекающих элементов Ну и такой звонкий воблерок Интересная тоже будет приманка Поэтому вот такие бойцы в новом сезоне Будут участвовать в трейлинговых рыбалках Я думаю, что я все с успехом разловлю Но вот только с данным воблерком будут вопросы Так как крупной рыбы в наших водоемах осталось совсем немного Но я думаю, что и на данный большой воблерок Кто-то, да, позарится Интересные приманки Цены до 400 рублей Все доступно Все можно отрывать Не нужно, но можно, не так Получается, будет жалко Ну и к ним такой же бюджетный шнурок От запрещенного производителя Ну а на этом моя распаковка подошла к концу Всем спасибо за внимание Пока